Добрый день всем участникам круглого стола, но я немножко вернусь в прошлое, каким был у нас сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года и январь. У нас уже есть данные января 2021 года. Значит, сентябрь и ноябрь 2020 года по температурному режиму был теплым. Температура среднемесячная, она превышала норму на 3,1 градус, 2,6 градуса. По осадкам, осадков выпадало мало, то есть нормы осадков мы не получили. В декабре 2020 года в связи со сложившимися синаптическими условиями, декабрь был холодным, среднемесячная температура воздуха была ниже нормы на 1,7 градусов, осадков выпало всего лишь половины нормы, 50%. Если норма для декабря это 50 мм в среднем по области, то выпало всего лишь 25 мм. Но январь 2021 года оказался теплым, он и прогнозировался как теплый. Средняя температура воздуха по области превышала норму климатическую на 3,3 градусов. И осадков в январе выпало у нас 162% нормы. То есть на всех наших наблюдательных подразделениях осадки прошли. В декабре они были в виде дождя, мокрого снега, и снега кратковременно, и в декабре, и в январе, и в ноябре устанавливался снежный покров. Но он залегал, и максимальная высота снежного покрова – это северный район, и там доходило до 30 см. Но это не показатель влагонасыщения почвы, потому что у нас есть снегосъемки, которые уже есть сейчас, но данные по Ростовской области по нулям на сегодняшний день. Потому что снег сошел, он отмечается только в крайних северных районах, это Казанская, Буковская. На остальной территории снежного покрова нет. Ну, Краснодарский край и Ставрополь, а там тоже отсутствует снежный покров. Что касается прогноза погоды на февраль месяц, то по температурному режиму мы ожидаем его около нормы и выше нормы. Вот первая декада, уже есть данные аномалии, она выше климатической декадной нормы на 6-8 градусов. Среднесуточные температуры по Ростовской области, они превышают среднесуточную норму на 8 градусов. То есть температуры среднесуточные сейчас положительные. Вчера был в Ростове перекрыт исторический максимум, температура воздуха прогрелась до 11 градусов тепла. И превысила исторический максимум этого дня на 1 градус, который наблюдался в 2001 году. В ближайшие двое суток мы ожидаем, что по территории, но не только Ростовской области, всего Южного федерального, Северокавказского округа, там пройдут в связи с прохождением атмосферных фронтов, будут осадки. Но они преимущественно будут в виде дождя. С 5 февраля мы ожидаем понижение температуры воздуха и похолодания. Но оно будет не таким существенным. Если сейчас температуры прогнозируются в пределах, ну вот на ближайшие сутки мы ждем и ночные температуры положительные, и дневные температуры в Краснодарском крае, там до 16-18 градусов тепла, то с 5-го числа там заток холода осуществится и в дневные часы днем понизится на западе, северо-западе Ростовской области до нуля, ну а тут в южных районах до 5 градусов тепла. Первая декада, ну февраля, как она прогнозировалась, она будет теплой, но заток холодного воздуха и понижение существенное в ночные часы до 3-8 градусов мороза в северных районах Ростовской области мы ожидаем, конечно, к концу декады. Дневные температуры в Ростовской области это в основном 0,5, но в Краснодарском крае там дневные температуры будут составлять 12-15 градусов тепла. Вторая декада, вторая декада в отдельные дни осадки, но осадки тоже они будут смешанного характера, сложно сказать, будет ли это снег, в основном это будет дождь с мокрым снегом, температуры воздуха в ночные часы будут в пределах от минус 3 до плюс 2, в дневные 1-6 тепла, в Краснодарском крае там в теплые дни, но может быть и наш ростовский юг, крайний юг, может прогреваться до 10 градусов тепла. Ну и третья декада, она существенно не будет отличаться, за исключением, что в ночные часы температура воздуха будет понижаться до 5 градусов мороза, в дневные часы положительные температуры. Но это, я хочу сказать, это прогноз. Как на самом деле будет развернется синаптическая ситуация, какие барические образования, ну это циклоны, антициклоны будут присутствовать, как они будут проходить по территории. Вот на данный момент пока сложно сказать. В основном сейчас циклоническая активность, она на севере европейской территории России, и в центральных районах европейской территории России. А у нас тепло. Ну и март, прогноз на март, там температура, это вероятностный прогноз на март месяц, температура воздуха средняя, она же ожидается выше нормы. Но норма в таких пределах от минус 1 до плюс 5. Это я беру весь южный округ, это и Краснодарский край, и Ростовская область, и Ставрополь. Ну а на юге Краснодарского края, там до 8 градусов тепла. Ну если смотреть климатически, ну основываться на климатических, средних климатических данных, то вот ориентировочно для Ростовской области мы ожидаем температуру выше нормы. Норма для Ростовской области, температура она в пределах от минус 0,9 градусов, это с север области, и до плюс 2,1, это юг области. Осадки будут преимущественно в виде дождя, в отдельные дни с мокрым снегом, но это при затоках холодных воздушных маст, либо вторжения арктических маст, либо вторжения ультраполярных. Не исключены такие явления, как туман, гололедный, гололед, ветер, колебания температуры, ну я уже сказала, в каких пределах будет. Ну возможно при затоках холодного воздуха понижение до 10 градусов мороза. А в дневные часы воздух может прогреваться до 15-17 градусов. Значит у нас вероятностный, я понимаю, что вы хотите услышать прогноз на весну, но прогноз на вегетационный период гидромедцентр России готовит только в конце марта месяца. То есть мы его только получим, и то мы получим выше нормы или ниже нормы, и сможем тогда уже реагировать. Я пыталась посмотреть, какая же у нас была весна предыдущая, ну 16-й год, 17-й. То есть каждый год не похожи. И сказать вам, что она будет ранняя, холодная или теплая, очень сложно. Ну вот и все, пожалуй. Докторая Григорьевна, можно починить по осадкам? Вы про температуру рассказали, вот в феврале какие выпадут осадки, на сколько они будут выше, ниже? Для февраля по прогнозу осадки меньше нормы. Норма для февраля там 32 миллиметра. То есть по осадкам на зимний период гидромедцентр России не прогнозирует осадки. Получая прогноз, мы уже начинаем смотреть, какие. То есть осадки на март тоже по количеству пока неизвестны. Но близки к норме. А там как по годам. А по январю? Январь у нас, да, больше нормы. Больше норма. И вот если смотреть, то у нас, сейчас я немножко уточню. Значит, в июле-августе 2020 года в Ростовской области выпало 59% нормы. Ну, это 57 миллиметров было. В Ставропольском крае 61 миллиметр выпал, 53% от нормы. В Краснодарском крае 54 миллиметра. Это 48% нормы. И было иссушение почвы. Потом у нас осенью, если вы помните, у нас были пыльные бури. Не было осадков, произошло иссушение. Почвой усилился градиентный ветер. То есть мы находились в зоне двух барических образований. Одно низкое, другое высокое. Ну, антициклон и циклон. И поэтому у нас было ветрено. И отмечались пыльные бури. Но пыльные бури были категорией неблагоприятные. Опасных значений они не достигали. Вот в сентябре и октябре прошлого года осадков выпало. Где-то у нас в Ростовской области 23 миллиметра. Это 30% от нормы. В Ставрополье 18 миллиметров, 24% нормы. Но в Краснодарском крае побольше 87 миллиметров. Это 89% нормы. То есть все равно все ниже нормы. И у нас третья декада октября и первая декада ноября. Там пополнились запасы продуктивной влаги в пахотном слое. Но незначительно. И вот декабрь. 20 январь 21. Так, сейчас я хочу еще раз посмотреть, где осадки. Ну все, да, в январе за месяц выпало осадков, конечно, больше. А скажите, возвратные морозы мы как-то обсуждали. И вот Петер Григорьевич говорил, что если зима не додала мороза, то жди их в апреле. Да, она может и в марте, и в апреле. В марте, в апреле. Такую закономерность вы подтверждаете, да? Да. Так не додала зима, судя по тому, что... Конечно, не додала, конечно, вы хотите мороза. Но, как правило, у нас заморозки. Это и в марте, ну морозы возвращаются, и в март очень коварные. И, казалось бы, есть прогрев идет, все хорошо, высухие температуры. И с затоком резким, с затоком холодных воздушных масс у нас температура понижается, и отрицательное значение. Это может быть и в середине марта, и в конце. То есть все зависит от атмосферной циркуляции. Вот эти вот ситуации, когда 13 градусов мороза долбануло весной, они возможны и в нынешней. Не исключаем. Как предупреждает нас и гробовец, говорит, что... Мы не исключаем этого. Если в феврале не будет морозов еще, то ждите. 50 на 50. Ну, из-за заморозки и в апреле, и до середины мая. В мае тоже не исключены заморозки. Спасибо. Вопросы у участников по гидромедцентру? У нас вопрос, наверное, насущный. Насколько можно все-таки прогностические ваши данные использовать? Ну, в какой период увеличился ли он? Нет. В течение днём? До 7 дней или... Ну, я скажу. Значит, у нас методика гидромедцентра, Арсовский гидромедцентр, методика трехдневного прогноза. Три дня. И на сайте после 15 часов, на сайте ФГБУ Северокавказского ОГМС размещаются бюллетени погоды. ЕГМБ называется. ЕГМБ, да, там раскладка. После 15 часов там появляются свежие прогнозы. Вы можете там смотреть прогноз. И по Ростову, Ростовской области, также Краснодарский край, Ставрополье. Ну, в общем, все центры, которые в нашем подчинении, они все размещают на этом сайте погоды. Есть тоже на сайте там штормовые предупреждения. Там видят света, информация выкладывается. И какие явления мы... Опасные явления, если штормовое составлено, оно сразу размещается на сайте управления. Все остальное, все прогнозы консультативные, да, мы даем консультативные прогнозы на 10 дней. Но если в атмосфере произошло... Вот видим, что там 5 дней стабильно, а потом процесс меняется. Как быстро он меняется? Он может медленно изменяться. То есть корректировка прогнозов декадных возможна и нужна. Но то, что вот 3 дня – это точно, точный прогноз. 5 дней он там может отличаться, не совпадать, но входить, что тенденцию показать. Ну, вот такое. Можно вопрос? Да. Витера Григорьевна, вот Вы сказали, что Вы даете прогноз по медитации. Будем готовы в марте месяце на наш дальнейший сельхозгод, чтобы поставить свою работу, планировать. Вы на основании 10-летних, 15-летних данных готовите прогноз вперед нам по вегетации. И какая Вы вероятность? То, что он сбудется и как нам его придерживаться? То есть, вот Вы составили, даете рекомендацию. Сколько процентов вероятности в том, что пойдет дело и развитие погоды так, как Вы прогнозируете? И на основании чего Вы делаете большой прогноз на вегетацию? Ну, смотрите, большой прогноз на вегетацию, там берутся климатические данные за период более 20 лет. Ну, смотрится и пытаемся найти аналог, может, похожего. Но не всегда это совпадает. Ну, я думаю, что с вероятностью 60-70 процентов можно дать вот такой процент. Прогноз дает федеральный центр, да? Да, да. Это не наш прогноз климатический, не наш. Мы уже начинаем его перерабатывать. И мы можем о нем сказать только вот в ближайший месяц. То, что я озвучила в март, это еще под вопросом. К нам еще придет прогноз, уточненный, скорректированный. Потому что Гидрометцентр России, он обладает большими возможностями, то есть технологиями. И они прорабатывают огромные массивы информации для того, чтобы его создать. Но уже 70 лет у вас большой прогресс. Потому что в 50-м году Иосифа Виссарионовича принесли ему прогноз. Он говорит, а насколько точны ваши прогнозы? Он говорит, процентов 40. Он подумал, говорит, а вы говорите наоборот, у вас будет 60 процентов. Ну, не знаю, как. Я в 2019 году была на совещании в Целине. И там прогноз был, который я давала на осень 2019 года. Не очень хороший. Да. Ну, конечно, вот то, что мы видим, говорим. Но бывают такие процессы, что мы не можем пощупать, попробовать в атмосфере. Поэтому, может. Раз ваши прогнозы сбываются, давайте хорошие. Хорошо. Вы заказывайте, какие вам нужны прогнозы. Слушайте, еще. Вот, все-таки, сумма отрицательных температур за зимний период у вас... Так, вот эту информацию я вам не могу. У меня такой информации нет. Сумма отрицательных температур. Ну, а вообще ведется у вас... Да, это делают расчеты, агропрогнозисты этот расчет. Но если вас интересует, я, конечно, уточню. Ну, вот интересно, она, как бы, так сказать, в норме или в пламени? В плюс или в минус? Почему? Потому что вот эта вот гипотеза, о которой говорил Николай Васильевич, она, как бы, уже много лет, я напоминаю, она сбывается. И вот если сумма отрицательных температур не состоится в зимний период, то ждите и весной добавки. Это можно проверить. Можно проверить. Ну, да. Нет, такой информации мне, к сожалению, я не уточнила. Я имела в виду только прогноз погоды, только это. Ну, я уточню и вам тогда скажу. А можно еще... Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а что нужно для того, чтобы повысить процент вероятности вашего прогноза? Чего не хватает? Ну... Вот вы как специалисты. У вас есть великолепные модели. Чего нет? Да, есть. Но у нас в России очень маленькая наблюдательная сеть. В 90-х годах прошло сокращение. Оптимизация. Нет метеостанций уже нет. Ну, в Ростовской области, насколько я помню, там было 36 метеостанций. Сейчас у нас их 20. Из них одна автоматическая в Азове. Большая Мартыновка, у нас там Агропост. И, конечно, там сеть наблюдательная очень редкая. Нет. Спасибо. Да, пожалуйста. Хорошо. Ну, если больше нет вопросов по гидрометцентру, Ольге Георгиевне поздравляю.